Война. Война никогда не меняется. Именно с этих слов начинается любая игра из серии Возрождений. Но есть одно но. Я не разбираю Fallout. I get the hill. Сегодня у нас победившие во всенародном голосовании финны. Голосование проводилось в группе ВК, в которой выкладываются всякие прикольные мемчики. Ссылочка как всегда в описании. Ну и начнем мы с универсальной финской доктрины. И встречает нас легендарный бронеколпак Краб. Из себя он представляет достаточно тяжелый юнит, которым можно, но не нужно перемещать ручками. В экипаже вы найдете двух горячих финских солдат. Основным вооружением является немецкий пулемет МГ. Но главным плюсом является то, что он разблокируется на раннем этапе боя. И советом крайне трудно его вскрыть, ибо советы со своим саркопятками курят в сторонке, ибо они пробивают его только в скосы. И то только в упор. Ну и понятное дело, эта штукоина убиваема, но требует как минимум 56 калибра. Лично моя оценка юнита, что он все-таки фаный. Да и стоит он жалких 5 спецочков. Тихо сыптел и ушел, называется нашел. И тут лично для меня вообще непонятный юнит. Синитка за 10 спецочков. У меня возникает один гребаный вопрос. А нахера? У финнов на среднем этапе есть своя, которая ничем не хуже это. Они оба одинаково плохи против танков, и примерно одинаково эффективны против пехоты и самолета. Опять скотиновый миномет. На этот раз он 100мм или 105мм. Там даже игра не может с этим определиться. Нам на это похер. Но что вот важно, что он представляет из себя переходный вариант между 81мм минометом и 120мм. А из этого вытекает, что по урону и дальности он лучше, чем 81мм. А по разбросу и перезарядке лучше, чем 120мм. Казалось бы, офигенный вариант. Но вы увидели его с ценой? Он стоит 25 спецочков. Столько же, сколько и 120мм. Который, в свою очередь, может заменить вам 105мм артиллерию в борьбе против пехоты. Лично мне жалко столько тратить на пуклу, которая когда-нибудь попадет и когда-нибудь убьет. Самая распространенная для меня проблема на финнах – это отсутствие забалансированного противотанкового орудия. На среднем и позднем этапе воргода. И лучшим решением этой проблемы является финский ПАКСОК. Тут все прекрасно. Дистанция 200 метров, стреляет точно и прекрасно пробивает советскую технику. Как-никак, это лучшее противотанковое орудие в игре. В отношении цена-качество. Бьют артиллеристы, выверен прицел. Грустные снаряды и полетели вслед. Радист. Тут долго говорить не буду, лишь сошлюсь на свое первое видео по немецким доктринам, ибо Юнь ничем не отличается. 105-мм H-33. Есть три типа снаряда. Фугас, бронебойный и куболь. Как по мне, они добавлены чисто для галочки, ибо стреляют они на 180 метров, в то время как даже гребаный КВ-2 стреляет на 190 метров. Обычный фугас, в свою очередь, летит на 370 метров, и, по моим личным ощущениям, данное орудие хуже, чем обычное за очки. Более того, доплатив жалкие 5-5 очков, вы получаете 150-мм фугасометр. Переходим к ней. Стреляет она дальше, на 385 метров. Эхе, 15 метров. Сделала. Да и показалось, что бьет она точнее, что довольно странно, учитывая ее калибр. Ну и главный плюс этой штукоины, это ее фугасное воздействие. И тут оно есть. И какое. Теперь вам не обязательно попадать в вражеские орудия, а достаточно попадания рядом. Но возникает вопрос, а лучше ли оно в этом плане 42-го небеля, который идет далее? Я бы сказал так, что 150-мм круче, только по одной причине. Из-за цены. И да, она опять же отличается на жалкие 5-5 очков. Но взяв небель, вы не сможете взять абсолютное зло этой игры. Но, пока не будем об этом. И я предлагаю остановиться на первой в нашем списке реактивной арте. Ну и что же. Мы крайне похожи на небель из защитной доктрины Рейха. И частично это так. Но есть нюанс. За счет увеличения калибра мы потеряли в автономности, перезарядке и даже в разбросе. Взамен этому нам дали огневую мощь, которая нам как бы не особо нужна. Ибо основное применение небеля это уничтожение вражеской арты. С чем до этого он прекрасно справлялся, как и обычный небель. Поэтому я все же не советовал бы вам брать данный юнит. Прокачанный Готчкис. Ох, это что-то с чем-то. Крайне живучий юнит. Мало того, что его бидоны амбробена разносят всех пух и прах, так это еще и гребаный легкий танк, которому покер. Ваш фланг прорвала какая-то машинка. Готчкису покер. У него есть пушка. Хотя скорее ПТ-винтовка. Более того, Готчкис защищен от выбивания экипажа. Ибо это скотина закрытый танк. И даже если 152-мм снаряд ляжет рядом с ним, Готчкис как ни в чем не бывало поедет дальше. Важное упоминание. Баллоны с лекарственным средством под давлением. И когда заряжены, представляют опасность для носителя. Ну, раз заговорили про минусы, то они безусловно у него есть. Во-первых, это аппетит. Шрет он супла и как ни в себя. Более того, он будет делать это крайне часто. Ибо в запасе у него всего 8 снарядов. Но этот минус не делает из него плохого юнита. Ибо это крайне универсальное средство, которое окупается практически всегда. Эх, на этом все. Так, хочу сказать, как всегда, спасибо за просмотр. Как всегда, помните о том, что беда не приходит одна. Ну и удачи. Поехали.